Дом – это зона отдыха после тяжелого рабочего дня. Но часто в многоэтажках отдохнуть невозможно из-за шума. Бейчанин Виталий Симаков на протяжении полугода борется с соседом-меломаном. Как басы. Вот у нас они убавлены на минимум, чтобы в соседней комнате уже не слышно. Если их прибавить, это уже будет отражаться, это будет слышать соседи и сбоку, и соседи сверху. Музыка, я не скажу, что именно громкая, именно высокие басы. Высокие басы, они отражаются от стены, ты не можешь находиться в квартире, ты не можешь смотреть телевизор, ты не можешь, там, дети не могут делать уроки, ты не можешь читать книжку, не можешь просто лечь и поспать. И потом в кино, скорее всего, на романтическом. Даже с соседкой думали, что это соседи сбоку, играют с соседнего подъезда, но в конечном счете я выяснил, что это происходит, я живу на шестом этаже, а это играет музыка через этаж, даже на восьмом этаже. Музыка, жар. Музыку слушает подросток. По словам Виталия, он несколько раз разговаривал с нарушителем тишины, даже приглашал в свою квартиру прочувствовать музыку. Но через пару дней гул от высоких басов возвращается вновь. Да в любое время, могут и утром, еще иногда даже девяти еще нет утра, они уже начинают бомбить. И вечером после одиннадцати, можно, наверное, до одиннадцати, они могут после одиннадцати долбить. И музыка, хоть бы была такая музыка более-менее, а то бум-бум, вот такая, они сейчас молодежь, наверное, такой музыкой увлекаются. Конечно, неприятно. По закону, установленному в Алтайском крае, шуметь в будние дни запрещено с десяти часов вечера до восьми утра. Кроме того, ежедневно с часу дня до трех. Если в этот период шумный сосед не дает покоя, то можно вызвать полицию. В результате проверки правоохранителями формируется материал, который рассматривают специалисты управления по работе с населением. Те материалы проверки, в которых присутствуют все необходимые документы, сведения о лице, которое нарушало время, дата, само содержание событий, это конкретно что там, ремонт ли шел, или музыка ли это была, или там еще что-то, да. Когда все моменты указаны, на основании которых мы имеем право только составить, да, то же мы тоже достаточно регламентированы определенными документами. После этого мы составляем протокол, отправляем в административную комиссию, комиссия рассматривает и, как правило, после этого подлежит наказание. Вот штраф от 500 до 3000 рублей. А вот составить протокол о нарушении тишины и покоя на подростка, не достигшего 16 лет, невозможно. Проверкой условий жизни ребенка в семье занимается комиссия по делам несовершеннолетних. В том случае, если родители вместе с детьми в отведенные для тишины часы мешают соседям громкой музыкой, тогда штраф может грозить взрослым. В остальное же время в квартирах шуметь можно. Если уровень шума превышает установленный максимум децибел, тогда стоит обратиться в Роспотребнадзор. В любом случае специалисты рекомендуют находить компромисс и решать конфликт путем переговоров. Есть у нас еще жилищный кодекс, который говорит о том, что нужно поддерживать все-таки добрососедские отношения и, скажем так, существовать в рамках социума, в котором мы находимся. Поэтому, если вы проживаете в многоквартирном доме, то, конечно, нужно соблюдать элементарные правила совместного проживания. Поэтому, если ваша музыка не разносится на всю площадку, на всю окружающую территорию, не мешает соседям, то, конечно, в это время слушать ее можно. Но мы же говорим о том, что все-таки это многоквартирный дом. И, соответственно, нужно соблюдать правила общего порядка проживания в многоквартирном доме. Потому как мы все проживаем совместно. И какая музыка или ремонт может, конечно, повредить и помешать проживающим соседям. Об этом всегда нужно помнить. Отметим, что в Бииске шумят достаточно много, особенно в праздничные дни. В среднем три раза в день правоохранители отправляются на вызов по нарушению тишины и покоя. В прошлом году в администрацию поступило более тысячи материалов проверок. С начала этого уже 538. Количество жалоб на шумных соседей в городе растет с каждым годом. Дарья Федоркина, Илья Питков. Будни.